Брест Что они значат для нас с вами в студии Виктория Нечаева Главные темы выпуска Брест лучший город на земле Брещане делают все возможное, чтобы прославить город Сделать жизнь в нем комфортнее и лучше День горожан отмечает мировая общественность Удастся ли попасть в летнем отпуске на море? Как изменились путешествия из-за пандемии? И почему любителям зарубежного отдыха стоит всерьез присмотреться к отечественному туризму? Специальный материал наших корреспондентов о работе туристических компаний сегодня Порядка 460 тонн черники планируют заготовить предприятие по требкооперации 70% черного золота пойдет на экспорт Россия, Прибалтика, страны Европы – основные покупатели белорусской черной ягоды В эфире «Итоги недели» мы начинаем Одной из важных задач для каждого из нас является забота о родном городе И неважно, большой он, миллионный или его население измеряется всего лишь десятками тысяч Мы любим его безгранично просто за то, что он наш За то, что здесь были сделаны первые шаги, за то, что самые теплые и светлые воспоминания приходят в голову просто при его упоминании Тысячелетний Брест – родной для сотен тысяч берестейцев Неудивительно, что каждый из нас на своем месте старается сделать все возможное, чтобы прославить город Сделать жизнь в нем комфортнее и лучше Благоустроенные дворы, качественные автомобильные развязки, мощная высшая школа, талантливая молодежь Беларусь гордится нашим областным центром на западе страны Об этом мы говорим не случайно Каждый второй понедельник июля международная общественность отмечает День горожанина Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свою параллель и пришла к выводу Брест – город талантливых и целеустремленных людей Еще лет 10 назад Брест сложно было назвать каким-то особенным местом Город, как и другие населенные пункты, поддерживал белорусскую традицию уюта, зелени и гостеприимства Да, здесь было комфортно жить, учиться и работать А хотелось иметь что-то особенное, необычное, делающее жизнь в Бресте более практичное, удобное, о перемещении современным При подготовке областного центра к тысячелетию быт города и его уклад изменились кардинально Большое внимание уделялось проектировке важных социальных и инфраструктурных объектов Развитию зон отдыха и сети арт-объектов Важной задачей было вывести из центра Бреста насыщенное движение Пустив автомобильные потоки в обход города И все получилось В результате к большому юбилею транспортные развязки стали более современными, европейскими, экологичными И самое главное – индивидуальными Таких объектов нет нигде Осознаем и понимаем, что только в независимом государстве Только самостоятельно определяя в том числе и городские приоритеты Развивая нашу экономику Мы можем жить счастливо, гармонично и спокойно Я думаю, что сегодня Брест, город Брест Олицетворяет вот эту независимость Олицетворяет наше развитие Решая вопрос транспорта, удобства транспортных сообщений Мы решаем вопрос не только удобства, но и вопрос экологии Когда сегодня на автомобиле мы можем не ехать транзитом через центр Не останавливаться на светофорах, лишний раз не газовать Тем самым мы улучшаем экологию Проносясь по западному обходу со скоростью 80 км в час И не создавая излишних транспортных коллапсов в центре города Улучшаем обстановку в городе А то, что сегодня продолжает строиться Призвано для еще лучшего сообщения И все направлено на реализацию генерального плана города Качественное преобразование за высоко мотивированными кадрами Именно таких молодых людей сегодня готовят в двух вузах областного центра Брестский государственный технический университет Активно развивает сотрудничество с коллегами из других стран А имеющаяся материально-техническая база Позволяет реализовать практико-ориентированную программу обучения На что сегодня сделана ставка В техническом вузе постоянно сверяют часы И стараются дать юношам и девушкам только актуальное и проверенное знание Университет технический Поэтому в техническом университете обязательно должна быть практико-ориентированность Вот этот один из таких постулантов Которые мы придерживаемся и стремимся развивать в этом направлении То есть у нас для этого есть хорошие предпосылки Практически на каждом факультете есть направления Которые могут быть практико-ориентированно еще более развиты Брестский государственный университет имени Пушкина Кузница кадров разного профиля Но в своем большинстве педагогического Предлагаемые вузе специальности Интересны не только белорусским, но и иностранным студентам Которые с удовольствием приезжают в наш город На учебу из разных уголков мира Здесь они не только получают знания Но и развиваются как творческие личности В университете учатся 680 иностранных студентов Это тоже подтверждение и качество белорусского образования Поскольку иностранные студенты акцентируют внимание Что в Белоруссии жить и учиться комфортно Все мы живем под мирным небом Качественное образование И это тоже визитная карточка университета О том, что работа медиков опасна и трудна Наш город особенно узнал в период пандемии Именно тогда управлением здравоохранения Был взят курс на перепрофилирование Подведомственных учреждений на борьбу с ковид Одной из первых включилась в эту работу Областная клиническая больница Которая в эти дни возвращается в прежний режим работы Здесь медики уже принимают пациентов В травматологическом отделении И отделении микрохирургии глаза В учреждении создана достаточно мощная Для регионального масштаба клиническая база В том числе и для проведения Оперативных вмешательств разного уровня О том, какое количество людей здесь получили Шанс вернуться к жизни, говорить не приходится Счет давно перевалил за тысячи Два отделения уже вступили в строй И несколько отделений планируется Начать работу в обычном режиме На следующей неделе Конечно, учитывая то, что был приказ Минздрава И управления здравоохранения О запрете плановой госпитализации пациентов О запрете выполнения высокотехнологичных вмешательств На этот период Немножко произошел сбой И в листах ожидания И в планах госпитализации Которые были намечены на этот год Но уже за прошедшую неделю И предстоящую неделю Мы планируем восстановить госпитализацию пациентов Для выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств Глядя на успехи взрослых Стремятся покорить их вершины и дети Молодежь Бреста активная, инициативная, творческая Она умеет видеть те ниши Где каждый из этих амбициозных и уверенных в себе ребят Может реализоваться в полной мере А еще предложить интересные проекты Которые пойдут на благо родного города Например, энергоэффективные технологии Это вообще использование соломы Как наполнителя И использование древесины при отделке стен Это позволяет сократить расходы На строительные материалы Выходит довольно-таки дешево В нашей стране Вообще отходов сельскохозяйственного производства достаточно Горожанин, как много заключено в этом слове Это не просто тот, кто существует в пределах Любой территориальной единицы Это тот, кто не стоит на месте Кто чувствует ритм жизни И знает, что нужно сделать Для того, чтобы почувствовать удовольствие от того Что здесь твоя родина Маленькая и большая Это не главное Важно, что каждый из нас Сделал для того, чтобы здесь было Лучше и комфортнее Лазурного цвета моря Колоритные заокеанские страны Чарующий мир Востока Экскурсионные туры по странам Европы В этом году пандемия Поставила под угрозу планы Многих белорусов Середина лета А сфера туризма по-прежнему Переживает непростые времена Но повод для оптимизма Все же есть Мы пообщались с брестскими туроператорами И узнали, удастся ли попасть В летнем отпуске на море Как изменились путешествия Из-за пандемии И почему любителям зарубежного отдыха Стоит всерьез присмотреться К отечественному туризму Все подробности в нашем следующем сюжете Пандемия коронавирусом В 2020-м остановила туризм Но ситуация меняется ежедневно И туроператоры уверяют Повод для оптимизма Есть Некоторые страны уже не только заявили О готовности открыть границы Но и приняли первых туристов Правила нахождения в аэропорту И самолете Трансфер и страховка Все продумано до мелочей Солнечная Турция Одной из первых Предоставила миру Концепцию безопасного туризма Также уже принимают гостей В жаркой Албании И излюбленном Египте 11 июля Первые отдыхающие Полетели и в Черногорию Это вылеты все из Минска Из Бреста Планируемый первый вылет В Турцию 20 июля И Египет откроется для Брещан В августе 9 и 11 В отелях не обязательно Ношение масок для туристов Весь персонал в отелях Естественно Пользуется масками, перчатками И даже защитными щитками К слову, никакие справки не нужны А вот страховка обязательно Она покроет все расходы На медицинские услуги В случае заболевания COVID-19 Туры в Болгарию, Тунис, Грузию И Грецию Эти направления тоже восстанавливаются Правда, медленно С открытием границы этих стран Прояснится ситуация к концу июля Кстати, отдельные направления В этом году стали дешевле Если взять стандартно 10 ночей Без питания европейские страны Это 1000 евро на двоих Если это Турция Тут тоже можно выбрать отель В пределах 1000-1200 евро Но уже с питанием Даже в цене немножко уменьшились Я бы сказала, что по сравнению С ценами раннего бронирования Некоторые отели на 20-30% Даже снизили цены Пандемия поставила весь мировой туризм на паузу Но такая ситуация во многом стимулировала развитие Внутреннего туризма Санаторий, агроусадьбы, экскурсии Чек-лист для путешественников по Брестской области Весьма внушительный Брестская крепость, Беловежская пуща, Белое озеро Санаторий Ружанский и Брест-Агроздравница Есть любые типы отдыха Культурно-познавательный, лечебный, агро-экотуризм В Брестской ассоциации, организации туризма, партнерство Есть даже специальный календарь 16 причин, чтобы посетить Брестскую область 16 районов, 16 причин Пуща это место, где можно рассредоточиться У них много экологических труб, велосипедных труб Очень хорошая гостиничная база Хорошая база общепита Не зря Пущу называют зелеными и легкими Европы Огромный спрос на базы отдыха на Белом озере Семейный отдых Всегда номера заняты на выходные дни Середина недели меньше Точно так же и в Пущу на Белом озере То есть местные базы используются максимально У нас в области, кстати, 18 учреждений Санаторно-курортного отдыха Видимо, лидирует все-таки здесь Это санаторий Ружанский Это такое очень состоятельное, я бы сказал, предприятие Там очень хорошая база, очень хорошие условия Экология, медицина европейского уровня и так далее И санаторий Ружанский, который сейчас называется Курортно-реабилитационный центр Он очень вник в ситуацию этого года И он оказывает услуги по реабилитации после заболевания коронавируса У нас 450 агроусадеб в области 450 это очень хорошая цифра И агроусадьбы уже завоевали, скажем так, свое место под этим туристическим солнцем Они давно работают Первые годы, когда они начинали работу, они очень плотно работали с турфировами Потом они научились работать с клиентами и начали самостоятельно работать на этом рынке Да, в наших краях нет выхода к морю Зато есть живописные реки и озера Множество достопримечательностей Вкусная и разнообразная кухня Хороший сервис А еще безвизовый режим Который с 1 июля претерпел некоторые послабления Началось движение по безвизу А мы по системе безвизового въезда в эту зону работаем с очень многими странами И вот первые безвизовые туристы к нам уже въехали и выехали И оставили деньги Наше руководство приняло это постановление, что даже до 10 дней без регистрации То есть идут хорошие послабления, привлекательные для иностранных безвизовых гостей Как видим, альтернатива отпуску в деревне или на даче есть И довольно неплохая Главное определиться, кому нужен берег турецкий, а кому ближе берег родной Вы смотрите программу «Итоги недели» Мы продолжаем Жизнь за рекой продолжается Так часто брещане любят шутить о том, что перспективная жилая городская застройка постепенно перешла в юго-западные и юго-восточные районы Сегодня по ту сторону от реки продолжается активное строительство И в центре внимания теперь ЮЗМР-5 Спроектирован район был еще в 2017-м и только недавно здесь стало просматриваться будущее очертание Сегодня многоэтажки с оригинальными рисунками на фасадах хорошо видны тем, кто движется со стороны Макран и Малориты в направлении Варшавки Каковы дальнейшие планы застройки и что получит город на выходе? Об этом наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая спросила главного архитектора города Николая Власюка И самые актуальные подробности в нашем следующем материале выпуска Строительство нового микрорайона, названного для понимания архитекторов территориально Юго-Запад-5 Стало еще одной ступенькой для создания в городе спальных кварталов нового вида Минимум автомобилей, максимум пространства для людей Современные стандарты жилья предполагают не просто наличие в собственности нескольких десятков квадратов многоэтажки Сейчас важно формировать среду для жизни По словам Николая Власюка, главного архитектора нашего города Наличие парка, скверов пешеходной доступности, объектов бытового обслуживания, образования и культуры Теперь условия обязательные Иерархия улиц решает как общегородские стратегические задачи их строительства Так и возможность обслуживания и включения вот этих районов Юго-Запад-5 и Юго-Запад-1 Подключение их по сути к западному обходу Большую часть жилой застройки в Юго-Западном возводят специалисты предприятия Брежилстрой Их многоэтажки имеют полноценную безбарьерную среду, которая облегчает жизнь не только людям с инвалидностью, но и мамам с коляском, пожилым людям Кроме того, здесь было разработано индивидуальное графическое решение и оформление Теперь улицы стали более красочными, а каждый узор и рисунок несет свою смысловую нагрузку Дворовая территория без машин проектируется Дома сделаны таким образом, чтобы их можно было как-то ориентироваться Так как в основном это типовые панельные дома Они своей окраской фасадов отличаются друг от друга Сделана удобная навигация в этих домах Это нумерация подъездов сейчас сделана И номера домов пишутся на торцах Принципиальное решение при помощи 5-го Юго-Западного микрорайона было принято по развитию дорожной инфраструктуры Совсем скоро дорожники завершат обустройство будущей улицы Маслова Параллельно с этим продлена улица Икельчика в сторону будущей Мытной и с выходом на Ковельскую В генеральном плане предусмотрены основные улицы города, магистральные улицы, транспортные проезды Поэтому то, что сегодня реализуется в Юго-Западном микрорайоне, Юго-Запад 5 По сути мы продолжаем строительство западного обхода только уже в южной части города, в Юго-Западе Сегодня улица Мытная, она по сути становится дублером улицы Ковельской Но с прямым выходом на Варшавское кольцо Улица Мытная будет соединяться с Ковельским шоссе Таким образом мы получим прямой выход с Ковельского шоссе на улицу Мытнею, на Варшавское кольцо и дальше на западный обход Создаваемая дорожная инфраструктура позволит автовладельцам совершать беспрепятственный объезд города с южной стороны Не создавая пробок и заторов А это во многом отразится на качестве экологической среды областного центра Кроме того, сейчас архитекторы уже задумались над тем, как развить первый Юго-Западный микрорайон Здесь должна со временем появиться торгово-развлекательная инфраструктура и бизнес-пространство Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Александр Воронин, Александр Макаревич, итоги недели Продолжим тему строительства Новые форматы детских дошкольных учреждений появятся в Бресте Уже в фазе строительства находится встроенный в многоэтажку детский сад Расположится он напротив средней школы номер один в юго-западном микрорайоне города А его ввод должен качественно повлиять на обеспеченность населения социальными объектами Сдача сада запланирована на конец этого года Поэтому работники Брест-Жилстроя трудятся в эти дни особенно активно Насколько необходимы городу такие объекты И будет ли этот опыт использован в рамках других стройок в областном центре Об этом и не только Подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой Более 95% берестейцев дошкольного возраста посещают детские сады Такова официальная статистика И потребность в таких учреждениях действительно есть Здесь малыш учится строить диалог с миром Развивая свои навыки и творческие способности Здесь следят за его правильным питанием Организуют качественный режим занятий и отдыха Город прирастает в жителях И вместе с тем расширяется потребность в дошкольных учреждениях шаговой доступности Вкладом в формирование комфортной среды Станет новый встроенный детский сад Который скоро появится в юго-западном микрорайоне Этот объект был включен в республиканскую областную инвестиционную программу В 2019 году было открыто финансирование, проектирование, изготовление проектно-смертной документации И в мае 2020 года начало строительство этого встроенного, пристроенного помещения Скажу еще, что это не первый опыт Брестской области В 2019 году такой встроенный, пристроенный садик был введен в эксплуатацию в городе Трагичи Особенность нового объекта социальной инфраструктуры заключается в том, что его необходимо было вписать в уже существующее здание – жилой дом Эта задача легла на плечи представителей Брест-проекта Им удалось не только развести транспортные потоки, но и создать в формате одного объекта инфраструктуру, которая была бы комфортна и для жильцов, и для специалистов будущего детского сада Работа велась совместно с представителями Брест-проекта и Брест-жилстроя Внутри предусмотрена ресурсная комната, музыкальный зал, три просторных помещения для групп, которые смогут посещать 75 детей Планируется, что новый детский сад станет филиалом одного из расположенных по соседству дошкольных учреждений Мы плодотворно и интересно с ними поработали Каждый решал свою задачу, увязывая все вместе вопросы по сетям инженерным, внутренним Потому что было очень сложно все-таки решить вопрос сетей жилого дома, сетей детского садика Что нужно быть раздельное, отдельные выводы и так далее Имеются игровые площадки сдвоенные, теневые навесы Хозблок небольшой такой, где находится доготовочный наш цех Музыкальный, гимнастический зал, ну и групповые наши ячейки Они находятся на выносе, то есть при встроенной части, дабы для того, чтобы исключить шум А уже непосредственно под самим жилым домом, во встроенной части Находятся административные помещения, сопутствующие, которые необходимы нам для эксплуатации полноценного этого объекта Сложно представить, что совсем недавно на этом месте не было ничего Сегодня здесь активно трудятся техника и люди Объем работ достаточно большой, от прокладки инженерных сетей до непосредственно возведения Строительство дома и детского сада ведется параллельно По возведению дома работы ведутся по устройству монолитного каркаса в здании Заливается последнее монолитное перекрытие По садику ведется устройство стены с кирпича Параллельно идут перекрытия Готовимся в августе приступить к отделочным работам Специалисты Брежилстроя активно работают над тем, чтобы построить объект в срок Сдача его запланирована на конец 2020-го Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук Телекомпания БУК-ТВ Сегодня говорить об идеальном состоянии здоровья могут далеко не все Основная причина для этого не только неправильный образ жизни Но и пагубные привычки, которые становятся спутниками жизни, принося непоправимый вред здоровью Самая опасная из них – алкогольная зависимость Столкнувшись с ней, люди во многих случаях не в силах в буквальном смысле трезво оценить ситуацию и остановиться самостоятельно или обратиться к врачу В алкогольное рабство попадают как мужчины, так и женщины, причем разного возраста Алкоголизм – одна из крупнейших социальных и медицинских проблем многих стран, Беларусь – не исключение На учете в Брестском областном наркологическом диспансере состоит 3548 человек О серьезной социальной проблеме и о тех, кто смог победить страшный недуг, расскажем далее Владимир познакомился с крепко-горячительным еще в подростковые годы Со временем все радости и горести начал делиться алкоголем, а после и не заметил, как спиртному появилась непреодолимая тяга После каждого запоя он обещал себе бросить, но алкогольное рабство не отпускало Сейчас о том, что было, Владимиру вспоминать неприятно и стыдно Ведь алкоголь разрушил отношения в семье, с женой, с близкими друзьями, отнял работу и здоровье Жизнь зашла в тупик, и выхода из него не было, пока Владимир не обратился в сообщество анонимных алкоголиков Время шло, болезнь алкоголизма прогрессирующая, я этого не знал Я много раз бросал пить, после каждого таких сильных запоев я сам себе говорил, что хватит Я больше так пить не буду, но я никогда не задумывался бросить пить Я думал, что буду по чуть-чуть, умеренно У меня получалось, но не всегда Поэтому алкоголизм начал прогрессировать Я не признавал себя алкоголиком Алкоголики стоят возле магазина еще где-то Прошло время и у меня такое было Пять лет назад с половиной я пришел на группу анонимных Я когда попал на группу, я понял, что это здесь мое Потому что меня встретили очень на этом тепло Тут люди с такой же проблемой, как и я И намного Ситуации были там хуже И группа мне помогла Сегодня по подсчетам специалистов Брестского областного наркологического диспансера Каждый 57-й житель Брестской области Страдает алкоголизмом При этом заболевание с каждым годом молодеет Но в целом в области на протяжении уже нескольких лет Сохраняется устойчивая тенденция по снижению числа лиц Страдающих хроническим алкоголизмом Специалисты отмечают, что из года в год количество любителей крепко выпить уменьшается на 1-2% Причин несколько В первую очередь, конечно, итог действия Реализация мероприятий Государственных программ Которые принимаются На республиканском уровне Адаптируются под местные условия Здесь создаются свои программы Уже более конкретные мероприятия Реализуем Ну и Немалая, конечно, заслуга И наркологической службы Потому что мы Как можем, оказываем медицинскую помощь Лечим этих пациентов И, в принципе, эффективность Эта работа достаточно высокая Проблемы алкогольной зависимости существуют Пьют много И, что печально Пьют и садятся за руль Их не пугает Ни опасность, которую они создают на дорогах Ни большие суммы штрафов Лишение водительских прав Или свободы Сотрудники Косовской инспекции Области На постоянной основе Входим в Семьи службы По назору за дорожным движением Пресекают факты Управления транспортным средством В состоянии опьянения С начала текущего года К административной ответственности За данный вид правонарушения Привлечено более 1300 водителей транспортных средств Только за проведение декады На территории области В период времени с 15 по 30 июня К административной ответственности Было привлечено 75 водителей Которые сели за руль Находясь в состоянии Алкогольного опьянения Причина для появления Алкогольной зависимости У каждого человека своя Но последствия Алкогольного рабства Для всех одинаковы Алкоголь как любой яд Он действует на весь организм Да, есть органы мишени Там это сердце Это печень Это центральная нервная система Это желудочная железа Это вот что в первую очередь Как правило поражается Но в принципе действительно Идет поражение Всех органов и систем организма И чем больше яда в организме Естественно, тем больше И сильнее повреждений Признание проблемой Первый шаг к исправлению ситуации И предотвращению разрушенной судьбы К сожалению, люди не признают Проблем с алкоголем И вовремя не обращаются за помощью А потому попадают к специалистам Когда дело доходит До серьезной стадии зависимости Ну, есть такое правило Если ты употребляешь алкоголь Нужно знать когда С кем И сколько Если Это правило Одно из положений этого правила Нарушается То уже человеку нужно задуматься О том, что Наверное, все-таки У него есть проблемы Если тебе завтра за руль А ты с вечера употребляешь алкоголь Увы, подумай Не является ли это уже болезненным влечением Что ты захотел с вечера выпить Проблема алкогольной зависимости Существовала всегда Многочисленные Пьяные традиции И обычаи до сих пор Диктуют людям Определенные стереотипы поведения Приобщая к алкоголю Их всегда высмеивали Тонко подмечая Нюансы поведения Пьяного человека Я Признаться Откровенно Очень рад Лечь под этот Электронный Агрегат Чтобы Капался Магон Мне в рот Днем и ночью Круглый год Доказано, что даже Самые малые дозы алкоголя Ослабляют умственные способности Спиртные напитки Зло Дьявольское питье От них люди делаются Вначале как лисицы Потом как волки И наконец Как свиньи Валяются в грязи Это сказал Великий Лев Толстой Середина лета То время, когда Черничный сезон В самом разгаре Погода Для любителей Тихой охоты Самая благоприятная Лесные ягоды Засыпали Рыночные прилавки Бреста И неудивительно Многие ягодники На этих полезных Черных бусинах В сезон Зарабатывают Немалый капитал Да и государство В накладке Не остается Большая часть Собранного урожая Идет на экспорт Не зря Чернику называют Черным золотом Но как же это трудно Собрать Хотя бы Маленькую корзинку Это ягоды Лично Я Попробовала Смотрите Что получилось Особенно щедрый Урожай черники Выдался в этом году Заходим в лес И сразу попадаем На черное золото Ягоды прячутся под ветками Кустов Садись и собирай На первый взгляд Процесс этот Кажется легким Но на самом деле Работенка Для усидчивых Процесс сбора Утомителен Ладонь медленно Наполняется Ягодами Словно по капле Что уж говорить Про большую корзину Но возможность Заработать Жители Брещины Не упускают Самыми черничными Районами Были и остаются Ивацевический Пинский И Ганцевический Предприятия Потребительской Кооперации Уже заготовили Более 50 тонн Полезной ягоды В прошлом году Эта отметка Достигла 460 тонн К концу сезона Со слов специалистов Цифры будут Аналогичными Часть собранных Даров и природы Разойдется В Беларуси Поступит на Перерабатывающие Предприятия Но основная масса Порядка 70% Экспортируются За пределы Страны В Россию Страны Европы Прибалтики Предприятия Потребительской Кооперации Ежегодно занимаются Заготовкой черники В этом году Сезон наступил На две недели Но все предприятия Подключились Заготовки Все районы Заготовлено Уже свыше 50 тонн Черники Продолжаем Заготовку Заберем Всю чернику Которая Сдаст нам Население Из сеня Темной ягодой Которая считается Известным Усилителем Зрения Прилавки Брестского Центрального Рынка Усыпаны За кило Вкусных Сочных Центрального Прежде чем попасть на прилавки, все ягоды проходят обязательную санитарную проверку на радиацию в лаборатории. Специалисты предупреждают, и дикорастущая черника – продукт не всегда безопасный. У нас в лаборатории мы проверяем чернику на радионуклиды. На данный момент в этом сезоне еще превышения не было. Но иногда может быть Ивановский, Трагичинский район. На радиацию мы проверяем все ягоды, которые продаются на рынке. Это может быть и на приусадебном участке выращенном. А лесная ягода обязательно. Каждый раз, как приходят продавать лесную ягоду, обязательно она проверяется. Польза от черной ягоды неоспорима. И кошелек при желании пополнится, что касается продавцов. И здоровье улучшится, говоря о нас, покупателях. Ведь чернику по праву называют одной из самых полезных ягод. Полезно всем, особенно полезно беременную женщину. Содержит довольно много калия, который необходим для нормальной работы сердца. Это важно. По содержанию микроэлемента марганца нет равных чернике в растительном мире. А именно марганец повышает образование антител в нашем организме, увеличивает выработку белка, что активизирует иммунную систему. Именно вот в это время это очень важная функция для нас. Кроме того, черника оказывает благоприятное действие на зрительную функцию. Она улучшает кровоснабжение глаза, улучшает ночное зрение, поэтому очень полезна для водителей, например, особенно тех, которые работают ночью. Кроме того, черника регулирует уровень сахара в крови, поэтому тоже полезна для людей с сахарным диабетом. Не все ягоды они могут есть, а вот это для них полезно. И чернику включают в состав диеты для снижения массы тела. Есть даже специальные черничные диеты, и это тоже очень хорошее свойство ее. А еще черничный сок – прекрасное средство от заболеваний полости рта. Также ягода является мощным антиоксидантом. Она улучшает состояние кожи и замедляет процессы старения. Просто кладезь здоровья. И главное – доступно каждому. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я, Виктория Нечаева, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин